Обновление внутриплощадочных проездов и территорий, текущие ремонты, обслуживание зданий и сооружений на газовых промыслах и в подразделениях предприятия, Управление технологического транспорта и спецтехники и Управление по эксплуатации вахтовых поселков провели большой объем работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Но ремонт, например, фасадов, зданий или внутренняя отделка еще продолжается. Подробности у Элит Качева. Август завершается и в воздухе уже пахнет осенью. Работать на улице становится непросто. Частые дожди усложняют производство фасадных работ и работ на открытых площадях, таких как внутриплощадочные проезды на территории гаражей Управления технологического транспорта и спецтехники. Во время эксплуатации проходит проседание плит из-за неустойчивости грунтов. И каждый год при подготовке к осенне-зимнему периоду возникает необходимость демонтажа плит, подсыпки основания. И выравнивание плит таким способом. На территории транспортников ведется и капитальный ремонт заборного сооружения. В будущем здесь планируют установить сетку-рабицу для предотвращения подкопов, а также протянуть колючую проволоку. Завершен комплекс покрасочных работ. Обновили трубы и окна. Продолжается плановый ремонт отопительного оборудования. В дальнейшем проведем толчинометрию. После заключения мы узнаем о техническом состоянии подающих и обратных трубопроводов системы отопления. Немало работы и у другого филиала. Управление по эксплуатации вахтовых поселков. Большой фронт работ проведен на промыслах. Хватает заботы в городе. Например, в общежитии номер один на Полярной. Традиционно мы большое внимание уделяем объектам, расположенные в городской инфраструктуре. В настоящее время ремонтная работа проводится в рамках подготовки к осеннему периоду. Это по нашим общежитиям. Мы проводим ремонтные работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Проводится теплоизоляция. Это общежитие номер один, номер два. Также в ведении УЭВП такие объекты, как спортивный комплекс «Молодость» и Дом культуры «Прометей». Несмотря на погоду, из-за дождей подрядчики задерживают сдачу объектов. Но дополнительных совещаний пришли к единому мнению. К началу сентября все ремонтные работы будут закончены. Илья Ткачев, Игорь Забаровский, телевидение общества «Газпромдобыча надым». Продолжение следует...